Всем привет, дорогие друзья! С вами First One, а это второй выпуск, посвященный игре Титана. Что-то игра меня сегодня увлекла, поэтому я решил сразу снять и второй выпуск. Маленько побегов, незадолго спустя, после первого выпуска, я уже чуть-чуть подразвился. Как видите, наша казна полна ресурсами. Ну, давайте так, что прокачаем, наверное, что-нибудь дорогое. А это штаб, там по 39 тысяч с половиной ресурсов на каждое улучшение. Ну, ничего, улучшим. Ну и давайте маленько пробегусь по тем нашим роботам, которые у нас есть, что мы улучшили. Ну, во-первых, так, миражи, они у нас все одинаковые, у всех по 33 щита, 136, так, прошу прощения, 65 прочности. На них стоит пушка первого уровня и пулемет второго уровня, ну, больше на них ничего особо такого страшного не поставишь, иначе будет перевес. Здесь щиты и броня. Ну, и также наш варвар. На него я поставил две установки игла, и поэтому он теперь неплохо испепеляет массовые скопища врагов. Это действительно помогает, и я вот только благодаря этому, мне кажется, прохожу конвои караваны седьмого уровня. Ну, правда, не с постоянным успехом. Иногда получается, а иногда нет. Давайте я сейчас отправлюсь на карту. Кстати, у нас тут есть награды. Давайте заберем. По 8 тысяч ресурсов. Неплохо. Что еще? По 2,5. Ну, и наша еще одна награда. По 4 тысячи ресурсов. Неплохо. Можно что-нибудь прокачать. Ну, давайте зайдем, посмотрим, какие у нас исследования. Так, это щиты. Да, ну и, кстати, хотел сказать по поводу щитов. В игре, как я пока что заметил, есть три типа оружия. Это либо пулеметы ближнего боя, либо пушки, которые бьют подальше, либо ракетницы, которые, ну, я даже не знаю. Вот сейчас у меня ракетница, которая бьет по толпе. Да, наверное, суть ракетницы, они бьют не так далеко, как пушки, но зато массово по толпе. Ну, по крайней мере, мне пока что так кажется. Я не эксперт. Вот что видел, о том и говорю. Ну, и щиты тоже есть трех типов. Одни лучше защищают от пулеметов, другие от пушек, а третьи от ракет. Ну, вот я прокачал двух типов щиты, ну, точнее изучил. Вот могу изучить третий, но давайте пока что не будем тратить ресурсы. Давайте изучим, может быть, какое-нибудь орудие. Даже не знаю, вот пулемет можно четвертый прокачать, изучить, прошу прощения. Ну, ладно, мне я бы не сказал, что это сильно нужно, но пускай изучается. Ну, и щиты тоже, чтобы нельзя было уже сказать, что я чего-то не знаю. Учимся, учимся, еще раз учимся. Да, кстати, хотел бы еще отметить, я вот здесь в техномастерской изучил грузовой отсек. Я, правда, не знаю, куда его вставлять, может быть, на моих роботов нельзя. Но груза перевозимого мне уже часто не хватает. Ну, давайте посмотрим сами. Начнем, наверное, с конвоя седьмого уровня. Так, вот он один едет. Я, кстати, сейчас даже пограбил города. Я сначала, ну, заметил, что у многих новичков, у них как бы турели, либо не прокачаны, либо еще что-то. Ну, есть ошибки, которые позволяют легко разграбить их базу. Многие вообще эти турели не качают, и поэтому справиться с ними легко. Так, сейчас нашего ракетчика вывоем чуть вперед. Пускай он тут ракетами попосыпает врагов. Так, давай левый фланг срубай. Так, ну и все, теперь все, кто остались, идите вперед. Так, может, отойти маленько. Так, ну вот у нас остался один робот. Не знаю, сможет ли он пробить вот этого парня. У него есть пулемет для ближнего боя. Так, ну нет, парень оказался сильнее. Вот видите, чуть-чуть не хватило, но здесь можно сказать, наверное, моя ошибка. Ну, мог бы как-то по-другому использовать свои юниты. Может быть, пораньше принять на себя удар нашим ракетчикам. Ну, ладно, давайте попробуем еще. Единственное, что надо починиться. Вот еще один караванчик седьмого уровня. Надеюсь, в этот раз мы таких ошибок не допустим. У нас, кстати, караван седьмого уровня выглядит, ну, как правило, по-разному. Так, давай, ракетами посыпай врагов. Мы вот уже теряем одного юнита. И вот этого мы послали не туда. Думаю, сейчас у нас опять будет поражение. Хотя, ну, посмотрите, все не так уж плохо, да, вроде? Не, похоже, сейчас мы все-таки выиграем, несмотря ни на что. Несмотря на то, что у нас опять остается один робот, и несмотря на то, что мы вначале такую нелепую ошибку допустили на хитах, но мы все-таки выживаем. И смотрите-ка, даже грузового отсека хватило. Обычно мне не хватало. Ладно, возвращаемся на базу. Чиним наш отряд. Что меня радует в нашем отряде, что за 5 минут его, ну, как бы, его починка занимает по времени меньше 5 минут, поэтому всегда можно мгновенно ускорить его прокачку. Ну и, кстати, хотел вам показать, вот, допустим, если сражаться с отрядами, вот, ну, допустим, пускай это будет пятый уровень, я просто нигде не вижу шестой, но это вообще уже очень просто. Можно даже откинуть нашего быстроходящего. А, ну, хотя я же не могу выбрать каких-то отдельных ребят. Ну, мы можем спокойно растягивать вражеские войска, потому что у нас пушки дальнобойные на всех установлены, а вот у них, у них, у них у всех простые пулеметы. И поэтому вот такие бои с противниками, у которых не такие дальнобойные орудия, как у нас, можно выигрывать вообще без потерь. Но это можно как-то будет использовать, я думаю, в будущем, когда мы будем определять, какие пушки на каких роботов мы хотим устанавливать, можно делать дальнобойную артиллерию. Вот единственное, что для таких боев плохо... Ой, ребята, отходите. Что у нас вот в отряде один из наших роботов, он слишком шустрый, поэтому вот не стоит где-то в ряду со всеми остальными. Так, ну вот чуть-чуть мы подставились последнему роботу, но это ничего. Могли бы вообще без потерь сыграть этот бой. Ладно, возвращаемся на базу. Немного ресурсов украли, хотя за такой мелочью можно было и не ходить. Я только вам показать хотел тактику, так сказать, боя без получения урона. Так, ну вот что касается баз, которые вокруг, я бы хотел вам, конечно, показать, каково это сносить базы врага, но я все, которые мог, уже снес. Остальные базы, которые здесь расположены на карте, ну, у них уже хорошая защита, и поэтому мне вряд ли получится вам показать атаку на базы. Ну, давайте вот просто посмотрим, как она выглядит сама по себе. Если бы мы выиграли бой, мы бы могли утащить почти по 10 тысяч любых ресурсов. Но у него здесь дальнобойные пушки, мне сюда даже нет смысла суваться. Ну вот и все враги у меня остались такие, мощные, я даже не знаю, надеюсь, что они со временем обновляются. Ну, они просто обязаны со временем обновляться. Вот еще вот этого кота, я не помню. Но наверняка его я тоже смотрел, и у него тоже наверняка сильная оборона. Так, что у него? У него здесь одна дальнобойная турель. Ну да, у него тут тоже довольно все сурово. А, вот еще одна дальнобойная. Нет, с ним тягаться вообще не вариант. Смотрите, как далеко эта пушка бьет. Вот она отсюда, бьет вот сюда. Пока мои войска дойдут, она уже пару роботов успеет вывести из строя. Ну, я бы хотел вам показать бои с базами, но, к сожалению, слабеньких баз нету. А показывать, как меня база разбивает в пух и в прах, тоже мало интересно. А вот этого парня, не помню, смотрели или нет. У него тут база прямо рядом с компанией. Так, ну у тебя раз турель. Ну, у него тоже все в турелях. Турели, это, знаете, ну... Они как пушки, только бьют дальше. Поэтому против них особо-то нахрапом не посражаешься. Ну, ладно, ребят, давайте я проиграю, просто ради того, чтобы вам показать, как все-таки выглядит бой против базы. Так, всеми ребятами мы обойдем, попробуем найти сторону для атаки получше. Мне кажется, это все-таки вот снизу, если вы зайти и уничтожить две пушки. Но, правда, на уничтожение этих пушек я, скорее всего, и потеряю большую силу своей армии и уже дальше ничего не смогу противопоставить базе. А для того, чтобы победить, достаточно снести главное сооружение. Так, можно, кстати, на пушку навести, посмотреть, где граница, чтобы ненароком не заступить. Так, парень, ты близко не подходишь? Нет, все нормально. Ты можешь пока сюда встать, повоевать. А мы пока соберем всех других роботов. Вот наш парень с ракетницами тут маленько ломает врагу здание. Причем, смотрите, он маленько подранил вот это строение, хотя на самом деле его длины огня не хватало, чтобы его достать. Это просто какими-то осколками долетало уже. Мы, кстати, кучу времени уже потратили. Тот же время на бой тоже ограничено. У нас остается всего лишь всего лишь минута. Ладно, уже пора как-то двигаться. Ну, как видите, вот мы уже одного робота потеряли. На базу лучше выходить в полном составе. Там вон еще одна пушка, и она тоже до нас достанет. Вот у нас остается четыре робота, мы ими уже ничего не сделаем. Тут еще и турель достает. Ну, в общем, я знал, что результат будет примерно такой, поэтому вам сразу говорил, что вот базу, которую я смогу снести, уже найти не приходится. Хотя половину здоровья мы все-таки сняли. Так, ну ладно, друзья, давайте, наверное, маленько попроходим миссии кампании, тем более, что мы уже усилили свои войска и должны бы справляться неплохо. Что это наши враги? Я думаю, вряд ли у врагов есть вот такие ракеты, как у нас. Поэтому можно собраться в кучку. Хотя, не, смотрите, ракеты есть. Это очень плохо, что мы собрались в кучку, они сейчас нашу кучку сразу разобьют этими ракетами массовыми. Не, ну вы посмотрите, какой сильный враг. У нас осталось всего лишь 24 здоровья, а у них... А у них еще прилично. Хотя, это, наверное, может быть здоровье построек, потому что роботов я у них особо не вижу. Так, парень, давай, отбивайся. Не подходи под его пулеметы, ракетами ты справишься. Смотрите-ка. Вот иногда все-таки следует катить врагов и, судя по всему, судя по всему, нам осталось только постройки снести. Нам надо было как-то изначально, наверное, использовать тактику кайта, потому что у нас все-таки у роботов есть дальнобойные пушки и, ну, единственный, наверное, минус моего отряда, что им неудобно управлять всем вместе, потому что есть один быстрый робот, а все остальные медленные. Лучше все-таки, наверное, как-то по скорости подбирать бойцов, но я пока над этим особо не заморачиваюсь, потому что свои плюсы в том, что у нас есть один тяжеловес в отряде тоже есть. Вот если два тяжеловеса брать в отряд, я уже пробовал, то из этого ничего хорошего не выходит, потому что, потому что, ну, получается, что для ремонта мне уже, ну, в случае поражения требуется больше пяти минут, а для меня сейчас ну, как-то важно для того, чтобы развиваться, очень быстро собирать ресурсы и не чиниться подолгу. и не чиниться подолгу. И не чиниться подолгу. Слишком близко к врагу подхожу, они даже из пулемета меня успевают доставать. Так, ну и все. Последний враг. У нас три робота должны справляться. у него щита нету. Только немного здоровья. Так, отлично. Ну и вот, как видите, как я говорил, грузовой отсек у нас вот, к сожалению, переполнен. Все забрать не получается. Так, давайте сходим на базу. Вообще посмотрим, что мы можем сейчас сделать. Так, мы можем забрать нашу награду. Построй три турели с пушкой гарпун. Ну да, я недавно исследовал пушку гарпун. Она очень далеко бьет и, наверное, хорошо помогает в обороне базы. Правда, в отличие от той турели, которая у меня сейчас установлена, то есть у меня установлен огненный вал, у него тоже дальность неплохая, но подальше, чем обычная пушка, но если подойдут какие-то роботы с дальнобойным орудием, то она уже не достанет. Но при этом у нее большой урон 18 в секунду. А вот если мы поставим гарпун, ну, хотя будет всего в половину меньше, 9, зато дальность в два раза больше. Ладно, давайте установим везде гарпуны. один гарпун. Второй гарпун. Так, и нам нужен еще третий гарпун. гарпун. а что вам не нравится? А, у нас только два гарпуна, да? все, задание выполнено, получаем награду. Все, по 5000 ресурсов, да еще плюсом получаем неплохую оборону базы, это тоже неплохая награда. изучи полимерную плиту первого уровня. но чтобы ее изучить, нам надо мастерскую до третьего уровня поднять. на это у нас ресурсов хватает. Кстати, вот эти монолиты, я насколько смотрю, они исчерпываются, потом, наверное, придется переходить на какие-то другие, а что будет, когда исчерпаются все, я себе даже не представляю. Наверное, придется промышлять только воровством, больше никак нельзя будет заработать, не знаю. Пока мне рано судить и делать какие-то выводы по игре. Это всего лишь мои предположения. Но если вы уже грамотный, продвинутый игрок и смотрите это видео, то можете оставить свои мнения в комментариях и, в общем, подсказать. так, друзья, ну и на этом я, наверное, закончу наш сегодняшний выпуск. Будем развиваться, будем двигаться дальше. С вами был 1101. Если вам понравилось, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, всем спасибо, всем пока. Ну и, разве что, еще один бой покажу напоследок. Вот тут, кстати, совсем другой состав роботов-врагов, хотя это тоже. Так, остался последний враг. Как хорошо, что он не бьет нашего парня на хитах. Отлично. Ну, еле-еле мы все-таки прошли, но победителей, как говорится, не судим. Ну вот на этом уже точно все. Спасибо, друзья, за просмотр. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok